Здравствуйте, дорогие друзья! С вами иконописная мастерская иконография. И сегодня мы с вами поговорим о эмульсии. Эмульсия изготавливается для создания краски, темпера из натуральных пигментов. Варианты создания эмульсии очень большие, очень разнообразные варианты эмульсии существуют. Но я вам сейчас расскажу о той эмульсии, которую использую я, которую я изготавливаю и использую в своей практике. В мастерской мы пишем именно на данном варианте эмульсии. На мой взгляд, он самый удачный из всех, что есть, рецептов. Ну, давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Итак, нам нужно будет куриное яйцо. Два, две емкости и вода кипяченая, холодная, холодная, кипяченая вода. Итак, первое, что нам нужно сделать, мы, у нас есть заготовленное вино, 50 грамм, вот оно у нас в баночке. Вино подойдет, как я уже сказала, белое сухое на этикетке. Должно быть указано проценты, проценты 9-10 процентов. Но 10,5 это максимум. 11 это уже много. Поэтому вот с этим нужно быть внимательным. Должно быть хорошее сухое вино. Итак, куриное яйцо обычно, ну, вы знаете, что куриные яйца летом они пожирнее, зимой такие они поменьше, менее жирные. Поэтому, ну, нам, мы это можем скорректировать благодаря добавлению воды. Если яйцо пожирнее, значит воды побольше. Если такое яйцо менее жирное, значит воды мы тоже меньше наливаем. Итак, нам нужно первым делом отделить желток от белка. Я думаю, что все это умеют делать. Вот в одну емкость мы отделяем белок. Он нам не понадобится для эмульсии. Мы сливаем весь белок так, чтобы он не попал в емкость во вторую, где мы будем делать эмульсию. Желточек нам нужно помыть под проточной водой. Я сейчас это и сделаю. Желток я промыла. Остатки белка все постаралась смыть. Теперь нам нужна вторая емкость чистая. Нам нужно внутри, внутреннюю часть желтка вылить в емкость, так, чтобы оболочка туда не попала. Я это делаю так. Я протыкаю желточек и придерживаю оболочку. И вот постепенно у меня он стекает. Оболочку нам не понадобится. Мы ее выбрасываем. Все содержимое, то, что у нас есть, мы стараемся поместить в наш стаканчик. Итак, желток у нас готов. Теперь я беру вино, белое сухое. 50 грамм выливаю. Размешиваю так, чтобы не создавать пену. Аккуратно размешиваю. Пену, пузыри мы не создаем. Это лишнее. Нам это будет в последствии только мешать. Воду я обычно наливаю на глаз. Если жирное, жирное яйцо побольше. Но это яйцо не такое жирное, поэтому немножко я вот так на глаз добавляю. Аккуратно мы перемешиваем. Посмотрите. Внизу, чем более жирное яйцо, тем больше жира останется. И это нормально. Он должен осесть. И вот этот лишний жир, он нам ни к чему. Поэтому обычно я даю немножечко отстояться этой эмульсии. И переливаю в другую емкость, в той, в которой эмульсия у меня будет храниться. Ну вот, к примеру, давайте я перелью вот в эту баночку. У меня там остались такие жиринки. Вот там видно жирная часть. Но сейчас я мало дала отстояться эмульсии. Но, тем не менее, если у меня здесь будет такое же скопление жира, я из этой баночки тоже перелью в какую-то другую. Итак, вот эмульсия готова. Я ее ставлю в холодильник, потому что, например, я не могу ее израсходовать вот сегодня полностью. Я ее поставлю в холодильник. Она там у меня может постоять некоторое время. Когда я из холодильника ее достану, я открываю, я ее не взбалтываю, не перемешиваю я. Прямо приступаю к работе вот с этой эмульсией. Все. Желаю творческих успехов. Всего доброго. До свидания.